Да, да, нет, нет, можно понимать так. Не лукавить и твердо стоять на своем – это в Нагорной проповеди. Да, то есть не то, что твердо стоять на своем. Это означает, что, если вы говорите, например, сейчас, всю секунду, вы говорите «да, честное слово», «честное пионерское», «честное комсомольское» – зуб даю, мамой клянусь и т.д. Ну хорошо, ладно, вы это сказали, а в другой раз вы этого не сказали. Означает ли это, что ваше «да» без «мамой клянусь» будет и не «да» вовсе? Ваше «да» должно быть «да», а ваше «нет» должно быть «нет». Вот о чем идет речь. Не девальвируйте свои собственные слова. А когда вы к ним прицепляете еще вагончиками всякие клятвы и всякие уверения, то вы тем самым девальвируйте свое «да» или свое «нет». Обесценивайте и делайте это зыбким, хрупким. Ваше «да» должно быть как гвоздь, вбил молотком, хлоп, и все. То есть это уже вот так и все, и никак иначе. Да, молотком, когда судья так, бах-бах, стукает по этой штучке, все. Да или нет, и все, тогда это ваше слово будет вес иметь. Это заповедь не о том, чтобы быть бараном, который уперся и никуда его не сдвинешь, то есть твердо стоит на своем, а заповедь о том, чтобы вы сами к своим собственным словам относились взвешенно, бережно и не обесценивали их. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok